и так что я могу сказать я переделал просто нереальное количество железной затем серебряной руды в золотую руду сейчас огромное число слитков вот если вы посмотрите это 53 слитка золотой руды осталось еще последний слиток переделать и все так что я направляюсь в айтран чтобы значительно существенно невероятно повысить навык кузнечного дела кирки я тут оставляю я думаю в ближайшее время не мне не понадобится серебряная руда добавлено следующий будет золотая руда ну что ж вроде тишина покой такое поле боя дракона нет улетел последнюю золотую руду добавил сейчас еще попробую магии но вроде больше ничего не должно быть разве что я буду идти вдруг еще что-то найду ну я думаю все что я найду я уже в следующие разы гораздо позднее вот правильно у вас нету руды для трансмутации это еще что такое кто там с кем бьется кто-то бился со скелетами и скелет проиграл скелета токля древняя нордская секира вид ну правда не один скелет что тут такое за побоище кто ты такой стендар не одаривает своим милосердием прислужников до эдра а борец до эдра рута в конце-то концов должна быть хоть какая-то мера так само собой быстро перемещаемся что мы там забыли так прежде всего вайтран сразу если у адриана виничек кузнеца работает и она там есть все лишнее продаю ей переделываю золотом слитки золотую руду ну а из слитков сделаю очень много украшения я не знаю что у меня есть да все что доброму воину нужно одежда разное оружие если что понадобится загляни в магазин да все нормально сразу к золотым слитки просто огромное количество золотых слитков получается и вес заодно уменьшают того что нашу я не буду заниматься я и отходи драгоценности я буду делать золотые кольца одно золотое кольцо с сапфером так как таковую у меня имеется и потом буду кушу золотых колец делать просто для продажи я так посчитал что вот кольца по 75 2 выгоднее чем одно ожерелье за 120 и посмотрим сколько я накачаю кузнечного мастерства так так 32 33 то есть почти 33 ну хоть до 34 дотяну думаю дотяну а вот до 35 уже наверное не дотяну хотя еще и уровень не уже не смогу да кольца я вам скажу эффективно делать замечательно ну правда наверное уровень аккуратнее возьму одно останется улучшение своих навыков до уровня если хочешь чего прикупить у меня интересно я могу сделать там не знаю сыромятную железные вещи клёпаные сыромятные сыромятный шлем могу сделать нет не возьму перское стальное кожаные драгоценности а кожа вроде кожи у меня аж восемь значит могу что-то сделать сейчас я не говорю что я лучший кузнец еще этот титул за ёрландом поленять вот кожаный шлем его стали легенды еще один еще один и все клёпанный полоски кожи 5 есть а кожи нет ну вот эти вот шлемы не доводилось встречать клинки шлемы практически все необходимое так 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 одежда на тебе три кожаных шлема и один сыромятный шлем оружие если что понадобится загляни в магазин я иду к моему другу так сначала сложу все что у меня лишнее осталось в мой безразмерный сундучок и так разное золотую руду складировать корундовую всех мастей слиток туда же орехалковый очищенный так как ничего из него сделать не удалось книги книги я знаю куда я поставлю книги я поставлю на свою книжную полку которая теперь готова принимать много книг биография Барензии выкуп Зазарыка катастрофа ионита краткая история империи часть 2 пирог и бриллиант все я счастлив избавился от колоссального веса сейчас еще избавлюсь у Беллетора в его лавке от достатков колоссального веса ну и надо будет отправиться видимо дай мне знать если тебе что не беспрягает пополнять квест злота листа все продается дружок погляди а что у тебя есть на продажу а мне не интересно что у тебя есть на продажу мне интересно что я могу тебе продать у тебя 700 золотых я тебе гранат бивни мамонта продам которые кстати крайне дорогие замечательные одежда на тебе кольцо с сапфиром и золотое кольцо на 200 200 260 вот так вот так а что у тебя есть что я могу такое купить чтоб тебе потом продать давай допустим оружие кто-то зовет мой товар мусором но для меня это сокровище деревянный меч купить и сражаться деревянным мечом нет спасибо кольца что у тебя за кольца есть кроме тех что я тебе продал кольцо малой магии увеличивает магию на 20 единиц обруч молодого лучника луки наносят на 50 процентов 15 процентов больше урона у меня лучше кстати а еще что вот только такое кольцо стальная броня стальные перчатки фигня у тебя ну магии можно можно взять вот это кольцо которое увеличивает магию на 20 единиц и надевать его тогда когда нужно будет к примеру так одежда ну а тебе продать вот эти кольца те что у меня есть на 800 700 850 832 все белитор ограблен заходи а что у меня в предметах 214 замечательно в общем то я могу сейчас сразу же никуда особо не вышагивая поднять уровень я наверное возьму еще магию так как она крайне полезна и с вами говорили о колдовстве чтобы вызывать от ранаха сначала новичок чтобы больше вызывать от ранахов так что у меня есть по моим заданиям крапивник редгардку пока трогать не будем возродить златолист для этого нужно нужно нам не говорила чародей где-то где-то чародей помутузить чародей нужно вот тут вот помутузить а для этого нужно в ривервуд отправиться с ривервуда уже крепости хелген перебраться от крепости хелген уже идти непосредственно к месту дислокации вот этих вот ведьм ну же ого я пришел в ривервуд только к позднему часу может быть я лукану валерию продам остатки своих стоп 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 колец поздний час ничего я ему не продам говорят стражи рассвета возрождаются охотники на вампиров ничего не знаю я знаю только то что мне нужно сейчас совершить грандиозный забег в сторону крепости хелгена кстати у меня есть подозрение что в хелгене могут поселиться бандиты обычно так и бывает когда поселение поселение долгое время остается заброшенным после разрушения драконом оно таки стало заброшенным так сказать крепость призраков там могут поселиться бандиты и зачистить этот поселок от бандитов было бы моим долгом может через какое-то время и в бакельной шахте поселиться бандиты далекие звезды смотрят на скайрим как говорил кто орал а боги улыбаются тебе мне там по моему боги улыбаются а вам имперцы улыбаются боги так что ж на всякий случай сохранюсь нет ничего лучше чем вовремя и заранее сохранюсь да и почему я не использую магию только не такую я магию хотел использовать так как ночь я хотел бы освещать магический свет ну давайте пока что магический свет это какой то этот магический свет у меня аж был свет свечи по моему вот свет свечи он круче он за мной идет ну может он и хуже потому что это все таки торакс светлячка какое название какое название торакс светлячка так надеюсь я иду в правильном направлении и меня не встретят бандиты так ну чтобы понять куда я иду а это мне чуть-чуть и поворот необходимо будет делать направо то есть дохожу до развилки заяц как ты меня испугал честное слово собираю последние остатки горноцвета и мне сюда снежный ягодник так нет светлячок горноцвет светлячок горноцвет горноцвет светлячок Хорошо так получается Оббирать, но вроде бандюков не видно Будем надеяться, их тут и нет Хотя Хелген без бандюков То имперцы, то Драконы Я не могу себе уже представить Чтобы в Хелгене что-то Не происходило Такое вот опасное О, враги И драка без меня Как такое может быть? Надо, значит, пробираться Да что ж такое Ну ты Чуть-чуть не угадал Лошадь, да вы что? Вы шутите Помогай, доченька Вы шутите Это твоя последняя Тут футболка Тот-тот татак-котар Иди сюда Я не понимаю ты Я не понимаю ты Держи с тобой Ах! Ах! Надеюсь лошадь нет уже. Слыши головы, не прыгнешь! Ах! 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 Все что умеешь? Харькицов я вас всех! Банки вы просто живучие. Сукин! Ах! Хоть уже умерла. Пробредись! С кем они дерутся? Пища. В таком случае очень помогает именно пища. Остановить запасы здоровья. Картофели, яблоки, капусты, морковь. Ну и одно помогает восстановить. Отлично! Один разбойник убит. Давай! Главное, не забивай, а рыцарь уйдет в дорогу. Это че такое? Ты, типа, самый умный? Тогда я ударю тебя в спину! Так. Что ж, надо что-то предпринимать. Пища. Пища еще может мне помочь. Одиннадцать помидор. И нордский мед. И зелья, само собой. А сопротивление электричеству есть? Так. Надо вызывать... Атронаха. 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 Хотя, зачем? Я достаточно легко одолею этого мага. И... В ближнем бою. Тебе придется поднапрячься. Давай, отбивайся! Такое впечатление, будто это второе... Тебе не взять вверх! Ну. Просто прокативает. Просто прокативает. Просто прокатывает. Ты уже... Отлично. Так, Рытья, ну? Погодь, ты куда? Нужно что-то? Да, там вон еще бандиты есть. Хочешь? Сохранились и гоу. Гоу в доту я создал. Да, кстати, и лошадку мне еще не нравится. Наверное, ты жалеешь о том, что остался без лошади. Есть две дороги. Может, тут кто-то еще есть? Ну, вот там я точно вижу, что кто-то есть. Только как вот сюда попасть? Пора покончить с этой глупой кровью. Ворки, а вроде не сильные. Ну, приятно, откровенно говоря. Что хоть кого-то я могу без особых трудов убить. Так, кого? А пока мой отранах разделал тут еще одного. Бандючка. Бандючка. Ну, вроде еще один остался. Ух ты. Так они тут начали обживать, я вам хочу сказать, Хелгин. Можно найти. Пусто. Пусто, ладно. Золото даже. Ну, не столько золото ценно, конечно, сколько зелья. Так. Ну-ка. Как же я мог пройти мимо зелья магии? Я не я, если пройду. И кто-то тут есть. На башенке, наверное, как кто-то есть. О-о-о-о, бандит. Слабый бандит. Так, с помощью этого бандита нужно прокачать, блокировать. Ну, давай. Например. Замечка. Тяжелая броня. Я только за. Давай еще блокировать. Подними. И цены тебе не будет. Давай. Поднимешь и так и быть, я тебя зарежу. Ну, давай же, блокирование, поднимайся. Хочу умереть, герой. Да я тоже не думаю. Пора бы уже блокированию повышаться. Это хочешь? Да, хочу, чтобы ты побил меня в щит. Во. Все, герой. На этом Все закончилось. Амулет Мары. Заклинание восстановления расходует на 10% меньше магии. 28 единиц магии расходует мое заклинание восстановление. 10% от 28 будет 28 умножить на 10. 280 разделить на 100. На 2,8 единицы. Да вы шутите? Это не так уж и много. А вот 10 единиц области сил. Это куда лучше. Так, сохранюсь. В последнее время мой компьютер начал немножко неверно себя вести. Перегреваться. Так что. Ух ты. Что тут у меня есть? Нет, я не про деревянную тарелку. Я про мед с можжевеловыми ягодами. Первый раз, кстати, такое вижу. Стоп, стоп, стоп. А что же я такое творю-то? Там же вроде во дворе валялись трупы, а я их и не осмотрел. И не обобрал. Так, ну тут должна была быть моя голова. Что, все? Но это вроде не тот выход, который мне нужен. Хотя тут вот растет горноцветик. Ну и самый главный вопрос, конечно, есть ли где-то в замке Хелгена, там, где мы ходили, появились ли там бандиты? У меня такое ощущение, что их там сейчас пруд пруди. Так, это ворота Хелгена. Мне ворота не нужны. Мне вон туда нужно. Трупы, оставленные мной. Наверное, аж вот сюда. Я знаю такую вещь, что я не все сундуки обсматривал, когда бежал из Хелгена. Вот имперскую часть крепости я не обсмотрел. Поэтому нам сюда. И тут есть сундуки. И пустой, и полный. Вот я же говорил, что тут будет чем поживиться. И вон сундук. Аж сундук смотрителя. И вино. Которое, кстати, в последнее время начало мне пригождаться. Молее останет меня. Парху, чай угодно. И монеты ржавые, еще и люди. Живые. А это гуньяр. Я тут все забирал? Нет, морковь есть. Ну что ж. Попробуем посмотреть, кто тут есть. Эй! Глянь-ка сюда! Это мой герой! Вот так вот хорошо. С двумя справился. Что ж, это показывает, что с ростом уровня бандиты перестают быть такой вот аж прям невероятной угрозой. Ну, в некоторых локациях, во всяком случае. Так-то, конечно, мне много кого есть бояться. Например, орки. Злостные воины. Редгарды. Те вообще могут поставить на колени. Легко. И непринужденно. Так, есть тут что обобрать. Пусто. Пусто, пусто, пусто. Дальше интересно. Будут бандюки. Даже соль тут есть. И возможность подняться наверх. Итак, что там у меня? Со светлячком побегать есть возможность. И щитом заградиться. Вон, я слышал. Тебя будет гораздо легче, крабик. Серебряное ожерелье. Вот я и восстановился. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, отбивай! Доставай-то, лошадь. Ой, меч. Не то, нажимаю. Ну и я тоже не против погубить тебя. Чёрная стрела, дом 2. Берём. Вроде такая даже у меня есть. А что тут? Тут такой как целый мини-бар. Всего самого неплохого. Обживаются они тут. Бандюки. Так. Ну что ж, идём дальше. Хотя можно зажечь свет. Я в последнее время стал куда активнее пользоваться. Магией и мне это нравится. Так, сохранюсь. Всё что ли? Закончились ваши братья. Больше никого я не встречу. Ну ладно, ещё схожу к той комнате, где имперцев бил, где у них там мостик, ручеёк течёт. И потом будем смотреть. Вон, 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 есть там народ. На самом-то деле. Главарь бандитов. Это стрёмно на самом деле. Отлично. Значит, не показалось. Разорву твою крюку, как бак. Так. До 55 повышается. Что повышается, не увидел. Зелья восстановления запаса сил. Раз их у меня так много, восстановлю запас сил. Ну и можно здоровье восстановить. Ну и можно здоровье восстановить. Пища. Яблоки. Морковь. И зелья. И зелья. 100 единиц здоровья. Но это крепкое зелье. А что есть такое? Слабое зелье лечение. Слабое зелье лечение. Вот, мне подойдёт. Не доживёшь до завтра. Слабое зелье. Давайте подпишём. Так, ещё надо зелье, значит, такое принять. Слабое зелье лечение. Так, ну и, само собой, зелье восстановления запаса сил. Так, ну и лечение. Или я убил? Тело убил, да. Главарь бандитов повержен. Главарка, точнее. Сейчас. Излечусь. Так, я, наверное, дары мечом свои повесил. Атронак, да распадайся ты уже. Честно, я лучника и сам доберу. С киркой на меня. Да ты шутка, не шутка. Хотя вот кирочку я твою возьму. Яблочный пирог, кирка. А что же вы тут делаете, подскажите? Кого тут больше нет? Сундук у них тут. Сокровища тут прячут. Аметист, серебряный слиток. Обруч малого восстановления. В общем, замечательно всё. Идём за мной, светлячок. О, дружище. Ах, какой сюрприз, надо же. Не хочешь мне немножко помочь? Поднять уровень. Не запыхайся. Тебе не взять, я. Хочешь на тот свет? Да! Да, слабый бандюк. Ну, давай. На один уровень подними. Блокирование. И будем с тобой прощаться. Ты хочешь на тот свет, а? Можешь даже тяжёлую бандюк поднять мне нахер. Давай же. Я тебя закопаю. Ну, замечательно. 47 уровень взял. И всё. Вот так вот сработались человечка. Он не уровень, я ему голову с плеч. А бандиты тут времени зря не терялись. Смотрите, какой мостик соорудили. Молодцы. Давайте посмотрим дальше, что же у них за рай такой пшалаше, который они себе соорганизовали. Может, конечно, там никого и не будет. Есть у меня такое подозрение. Логово паука. А от паука никакого нет. В любом случае, надо всё осмотреть. Вау, а паук-то есть. Судя по всему, немаленький такой. Надо помочь нашему отронашему. Как приятно, когда атакуют не тебя. И где паук? Ага. Отполз в сторону и там... И там откинул свои копытца. Так, ну до выхода осталось буквально совсем чуть-чуть. Посмотрю, есть ли что. Вот он выход. Возвращаться назад будет ближе через улицу. Вот такая вот крепость Хелген. Крепость с сюрпризом. Где бандиты формируют какие-то свои ещё гарнизоны. В общем-то, для Скайрима это достаточно типично, когда... Ух ты, испугал меня немножко. Мой же отронах. Хелген, по-моему, находится там. Ну, чтобы видеть, зажжём сверху. Ах, после Хелгена совсем немного останется. Гарноцвет не собрал. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так. Вытили нам ворота. Да, нам повернуть сюда, пройти чуть-чуть дальше и к одинокой скале. Тоже закрыто, тоже придётся взламывать, но я только за. Открываются ворота. Так, мне вот интересно, чего это этих бандитов так легко было лупить. Неужели у меня настройка сложности спала? Нет, легендарный. Да и моды вроде работают. Сохранюсь. Новое сохранение. Извините, ребят, за такое сохранение. Вообще я F5 уже практикую, как вы мне и советовали. Ну, новое сохранение. И идём дальше. Ингредиентов для алхимии я наберусь немеренно. Рифтен. Айверстед. Айверстед. Подожди, это Моро Топиелло? Это Пинелло? Да, она самая. Крайне ценный ингредиент и, между прочим, редкий. Чертополох. Если я не ошибаюсь, мне следующий поворот. Но проверить стоит. Так, да. Ворожеи. Ворожеи крайне такие опасные твари. Я бы даже использовал приглушение шагов. И был готов вызывать Атронаха. Ещё бы не помешало видеть своих противников. А то тут вот в таком вот лесу, если что, то чёрт ногу сломит, а Норд ничего не увидит. Железная руда есть. Железная руда есть. Что, у меня и кирка есть? Да, точно, я же её отобрал. А железная руда, это автоматическая трансмутация руды. И, сами понимаете, мои дальнейшие действия. Мой капитал возрастёт многократно. Так, насколько я помню, мне туда, но тут где-то были ведьмочки, которые помогали ворожее в её... Вот-вот, вижу уже. Появились эти красные точки. И, кажется, они у меня заметили. Ну что ж, соревнуйтесь. Ого. Кто это меня так глушит огненным шаром? Понятно. Вороже я, скорее всего, со своей позиции. Хорошо, что я сохранился. Ну так-то так. Значит, что-то сейчас будем предпринимать. За два огненных шара меня в расход. А то я так увлёкся избиением. Где это я? Чертополох, горноцвет. И не умудрился сохраниться прямо... Ну вот как так? Блин, опять бежать эту мору-тапинеллу крайне редкую забирать. Собрал горноцвет, сохранись. Нет, вот нравится бегать. Тут же и горноцвета, и чертополоха полно. Причём... Так, вот мой поворот. Снежно-ягодник. Так, как я и говорил, приглушение шагов мне понадобится. Тихо, к врагам подойду. Меч понадобится и... Вон, 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 вон. Ведьмочка. Так, само собой сохранится. Иначе всё это не имеет смысла. И вон ещё одна ведьмочка. А вот Мурата Пинелла. Давайте. Давайте. Так, ну вот, меня немножко отвязались. Надо хоть одну ведьмочку. А то к свету вправе. Обеих? Замечательно. Так, магия восстанавливается на 50% быстрее. Весит ничего. Зато нормально стоит. Спасибо, Атронах. Добрую службу ты мне заслужил. И готовлю сразу вызывать следующего. Так, я помню, куда глушил огненный шар. И если тут есть ещё одна ведьмочка, по идее, их три. Так, светает. Это хорошо. Двоих убил, сохранюсь. И попробую, попробую с помощью приглушения шагов пробраться. Наверх мне надо. Ох, и ж логово у этой ворожаи, я вам скажу. Где же ты? Вау. Так они неплохо меня. И в спину. Так. Зелье. Зелье. Крепкое зелье лечения. Очень подойдёт. Карга. Это что, карга за мной, что ли, гонится? Нет, это не карга. Это всего-навсего ведьма. Но их там две. Так что, мои беды на этом не закончились. Вон бежит ещё одна, только я боюсь, что... А, ты карга. Так. Зелье. Если есть пища, то сейчас пищу. Какую-то приму. Яблачный пирог, к примеру. Так, опять приглушение шагов. Нет, не могу, не хватает магии. И тихо-тихо удалюсь. Четверых убил я. Всё. Замечательно. Никто меня не видит. Могу подкрасться незаметно. Теперь... Опять же, вызов Атронаха. Только главное понять, где же эта карга находится. А она будет глушить огненными шарами. Ворожей очень сильны. Сильные мистики. И у них очень сильная магия разрушения. Творят разные уму непостижимые ритуалы. Настолько уродливые ритуалы, насколько являются уродливыми сами ворожей. Ну что ж, давайте побалуйте друг друга. А-а-а. Вау! Хорошо так он ворожью губит. Но ворожью в этой жизни... Вау! А ворожья, соответственно, хорошо так меняют. Причем, как видите, уж очень хорошо. Буквально за два выстрела. Так, ну что ж, пускаю, значит, Атронаха. Он все делает. А так-то мне соваться смысла нет. Со своим луком, пытаясь там ее отстреливать. Уродливая ворожья. Ай-яя... Интересно, сколько у него магии? Вау! Патронар! И буду следить за тем, как ее здоровье тает по чушьему. Вау! Ого! Ого! Так, где же мой отронаж? Неужели все? А у ворожей еще здоровье и здоровье! Надо следить за милой бабушкой! Сохранюсь! Сохранюсь! А тронах достаточно редко попадает в бабулю. Но что-то мне подсказывает, что эта бабуля будет исцеляться. И, видимо, она не стреляет только по одной простой причине. У нее магия. Я прав, бабуля? Вау! Вау! Но когда эта магия у нее есть, она лупит не хуже драгона. вау! Вау! Пол здоровья в ворожье мы вот такими вот совместными усилиями с отронахом снесли. А у ворожьи, видимо, магии нет. Что, все? Ждать от ранаха. Так, у меня есть зелья восстановления магии. Должны быть. Я не могу. Я не могу. Вау! 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 Но ворожья, в общем-то, кончает. Ага, вот она и уже лечится. Так что магию ей нужно срочно резать. Давай, посылай свои дворы. Трать свою магию. Давай, давай. Все, все, все. Как же много она этих шаров посылает. И, кстати, хорошо, что я вызываю огненного отронаха, так как он неуязвим к магии огня. Это огромный бонус. Зелье восстановление магии. Заклинание колдовства сильнее на 22% в течение 60 секунд. Ну, давайте на 22% более сильного отронаха вызовем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, и где же эта старая противная бабка? Вау, 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 вау. Конечно, она меня будет бить. Магия. Какая магия? Предметы. Зелья. Зелья здоровья. Зелья лечения. И еще зелья. Где же ты, карга-то? А-а-а! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зелье, зелье, зелье. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Крепкое зелье лечения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напиток здоровья. Запас здоровья увеличен на 60. А она сильная, я вам скажу. Такая вот. Даже в ближнем бою зелья мне нужна. И еще зелья запаса сил нужно по-любому. Еще и восстанавливает себя. Жесть. Еще зелья лечения нужны. Сейчас только на одних зельях и буду. Выживать. Сильная зелья лечения. Вот был бы еще яд паралича. Зелья, зелья, зелья. По траве упадка сил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так как же ее убить-то, если она так будет себе? Так, я понял как ее убивать надо. Так вот ее не убить. Надо вызывать Атронаха и вместе с ним туда идти. Атронаха и вместе с ним туда идти. Пусть Атронах ее бьет, я ее буду бить. Так и победим ее. Атронаха и вместе с ним туда идти. Атронаха и вместе с ним туда идти. Вот так вот ее и убивать. Куда, 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 куда? Ох, курса. Атронаха и вместе с ним туда идти. Продолжение следует... 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 Так... Уровень замка адепт... Это такая очень высокая сложность... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...